Добрый вечер! Здравствуйте, Влад! У нас 25 лет блуждания по мукам новорожденного государства. Она сменилась в несколько поколений политиков, а проблемы остались все теми же. Очень многие люди, подводя итоги 25-летия четвертьвекового существования нашей страны, впадают в некий пессимизм. Дескать, старались, старались, ничего у нас сделали, но не получается. Недалеко мы ушли от того места, с которого стартовали, а проблемы все те же. Воросло, коррупция, некомпетентность управления, мздоимство, жадность и откровенный рэкет со стороны властвующих структур. То есть вся эта безнадега валится на головы тех, кто так или иначе свое будущее связывает с будущим страны. Я не сторонник абстрактного оптимизма. Все будет хорошо, потому что это мы. Но оснований для того, чтобы впадать в панику, у нас нет. Мы действительно многого за это время добились. Здесь хотелось бы немножко с вами поговорить об экологии, в частности, об экологии социальной. Потому что на самом деле экологические проблемы сразу же порождают проблемы социальные. В регионе это очень хорошо видно. И вокруг экологической темы у нас сейчас очень много коррупционных скандалов. Уже понятно, что нынешние наши чиновники сами не уйдут. Вы и несколько ваших товарищей находят с ними общий язык, входят в совместные комиссии, прекрасно понимая, что это игра в поддывки. Что на самом деле единого пространства общения нет. Что победит или общественность, или вот эти чиновники. А, собственно говоря, отступать им тоже некуда. Потому что коррумпированная власть никуда не денется до тех пор, пока ее куда-нибудь не денут. Потом вы наверняка собираетесь вместе со своими коллегами участвовать в следующем туре политической борьбы. И каким-то образом выдвигаться, самопровозглашаться, утверждать свои политические убеждения, обращаться к электорату. Возможностей для этого чисто материальных у вас не очень много. Я хотел бы в наше мирное довыборное время сакцентировать внимание наших радиотелеслушателей, нашего электората на тех простых и достаточно убедительных формулах взаимодействия с нынешней властью, на которых стоите вы и ваши коллеги. Расскажите, пожалуйста, сначала об экологии, а потом и о социальную экологию тоже затронем. Да, вы знаете, дело в том, что я, вот как раз вы говорили о 25 годах, да, я очень хорошо могу вспомнить весь этот путь, период, потому что как раз ровно 25 лет назад я приехал, поступил в университет. Молодой студент, полный романтики, биолог, я начитавшись, Жаков Кусто, Джеральда Даррелла, Джои Адамсон и все эти, скажем, экологические деятели. Конечно же, романтики оставили свой отпечаток, но уже столкнувшись с реалиями нашими, я понял, что, скажем, в жизни людей у нас в государстве происходит совсем все по-другому. То есть и вот те вещи, которые, казалось бы, складываются вокруг борьбы за город, потому что как бы урбанистика и город это тоже часть биоциноза и просто биоциноз, который за создание которого ответственны, в общем-то, люди, но и тем не менее, ведь можно формировать город удобный и приятный для жизни, для горожан. Так вот, борьба за этот город почему-то воспринимается со стороны как борьба активистов против чего-то, хотя понятно, что здесь все на одной стороне, потому что и те люди, которые борются, хотят получить в частную собственность эти участки земли, и те люди, которые хотят застроить высотками, заработать на этом деньги, если они являются одесситами, если они здесь живут, они живут где-то в другой стране или оторвано, они сталкиваются с этими проблемами, индикаторными проблемами, экологическими, потому что вот эти вот проблемы, о которых мы говорим, маркеры, маркеры социального уровня, статуса социального, и вообще маркеры уровня развития страны, это медицина, образование и экология. Давайте возьмем некую частность. Строятся высотки, которые преграждают путь воздушным потоком. Город задыхается, в городе становится экологически небезопасно жить. А господин мэр нам рассказывает, что все равно мы добьемся того, что город, нравится вам, не нравится, но мы будем строить город будущего, в котором не 20 этажей, а 40, в котором не 3 этажа, не 4, а 25, 40 этажей, 32 этажа и так далее. То есть он просто не понимает, что это убивает город Одессу, или его это не волнует, поскольку с Одессой свое будущее он, видимо, не связывает. Я слышал его разглагольствование на эту тему, он совершенно возмутителен в своем цинизме. Я считаю, что, ну, конечно, эти люди не понимают, потому что проблемы экологии... Но может им и выгодно не понимать? Конечно, и выгодно, естественно. Понятно, что когда речь идет о продаже земли, да, о фактически отчуждении от громады, городской громады вот этих участков земли, их освоения, то, естественно, здесь чисто денежные интересы. Поэтому, конечно же, чем рассуждать о каких-то влияниях на организм человека, факторов антропогенного воздействия, естественно, ему выгоднее просто закрыть глаза и понастраивать высотки, объясняя это каким-то развитием, современностью и так далее. Понятно другое, что сейчас современный подход в градостроительстве, он совсем другой. Сейчас урбанистика — это не только раздел архитектуры, она включает в том числе и биологию, экологию, как одна такая часть основополагающая. Потому что создание городской среды, ведь это не только строение, это и парковая зона, рекреационная зона. Сейчас вообще рассматривается, ну, и это модно стало в Европе, когда создается общая городская среда, удобная для жизни горожан. Влад, у меня, может быть, для вас неудобный вопрос есть. Скажите, пожалуйста, вот в та группа социально активистов, которые борются против, экологи, биологи и так далее, кто-нибудь из архитекторов, из продвинутых, известных в городе архитекторов, перешел на вашу сторону? Или это борьба биологов с архитекторами, которые наблюдает вся Одесса, как матч между двумя футбольными командами? Вот это принципиальный вопрос, потому что от него зависит то, кто победит, и в связи с этим, что будет с городом. Вы знаете, нет, не перешли. Я больше скажу, странно и другое, что ведь есть проблемы серьезные, связанные именно с архитектурой города, потому что сохранение исторического наследия. Но архитекторы должны очень бережно относиться к памятникам архитектуры. Так у нас что, архитекторов, которые являются патриотами города Одессы, нет? Есть такие люди, но влияние их на сам процесс, то есть это не нынешние чиновники, скажем так, и не люди, которые могут влиять на что-то. Понимаете, очень легко принять какую-то из сторон, допустим, объясняя это прогрессом, вот если ты заинтересован материально. Поэтому архитекторы говорят о прогрессивном развитии города, да, город должен развиваться, естественно. Мы принимаем схему зонирования, в котором только пятая часть нынешнего центра считается охранной зоной, все остальное можно застраивать. Да, конечно, и в том числе, и если говорить о схеме зонирования, ведь там же можно было реализовать развитие и застройку, и полей рошения, и ту часть, где, допустим, вся часть от... Но там нет такого бурного финансового подъема с этой застройки. Конечно, конечно. Гораздо выгоднее освоить земли, которые когда-то резервировались при Советском Союзе под зону берегозащитную, потому что там берегозащитные инженерные сооружения под ней, эти штольни и так далее. Гораздо выгоднее наплевать на опасность техногенную и на опасность для города и застроить и продать этот кусок земли, чем осваивать новые участки где-то в пригороде. Это все понимают, но сегодня, вообще говоря, ситуация выглядит достаточно примитивно. Есть народные выдвиженцы, которые склонны к провозглашению всякого рода митинговых речей. Собирание людей толпами у стен государственных учреждений, попытка штурмовать их, столкновение с милицией. То есть поднимать социальный протест и на позиции этого протеста приводить руководство к определенным решениям. Или сметать руководство, если сил хватит, в виде нового Майдана, потом в кресло садятся все те же, кого вы сверкли, и все начинается снова. Или их дети, или их вообще подельники по бизнесу и прочее. То есть есть два пути. Первый – это митинговый. И у нас есть тут лидеры, известные, уважаемые люди, которые уже много чего в этом плане добились. Их побаивается власть, поскольку не хочет жертвы, не хочет крови. Этого она боится. Вот, пока что. И есть вторая линия – это входить в комиссии, в совместные какие-то площадки, и там пытаться с ними договориться. Прекрасно понимая, что они используют эти площадки, как такую стравливающую парфункцию. То есть, как бы довольно цинично, втягивая вас в общение с людьми, которые за вас все уже решили, но стоят позиции, ну ладно, дадим им поговорить. Такая позиция тоже понятна. И легальные разговоры с ними тоже нужны, несмотря на их цинизм. Значит, я так понимаю, что это две разные стратегии. Сейчас, пока есть такая возможность, мы можем использовать обе. И у вас есть в этом смысле расслоение среди активистов, среди политиков, среди активных политических людей. Там, в президиуме Демальянса, есть какие-то взгляды на это со стороны ваших руководителей теперешних, типа Наема, типа Лещенко, там и так далее. Вот хотелось бы про это что-то знать. Уважаемые телезрители, Влад Болинский у нас в эфире, 737-7310. Можете звонить. Проблемы экологии и социальной экологии Украины и Одессы, это сегодня наша тема. Вы знаете, я ведь симпатизирую Демальянсу, но я не член Демальянса, я беспротивный. Что касается влияния на процесс, действительно, вхождение в совместные комиссии, я прекрасно понимаю, что мы достаточно наивно и беспомощно выглядим в данном случае, потому что мы противостоим уже системе, которая сложилась годами. Я не согласен, если бы вы выглядели наивно и беспомощно, господин Батруханов не давал бы распоряжения о том, в какой форме с вами нужно вести переговоры. Вы понимаете, тут опять же, для чего это необходимо господину Труханову? Это может быть пиар-ход, что для того, чтобы показать, что да, мы вот с общественниками общаемся, а понятно, что эти люди представляют интерес якобы той безумной части горожан-одеситов, которые переживают за деревья, к примеру, да, или за памятники архитектуры, за исторический ареал, к примеру, французский бульвар. Тут ведь проблема в том, что большая часть горожан, они, ну, в общем-то, им абсолютно все равно, как будет развиваться город и что будет происходить в городе. Чем беднее наше население, тем дешевле выигрыш на выборах. Эту формулу усвоили даже люди уровня Труханова. Да, но тут еще и другое. Дело в том, что такие системные вещи, как, ну, собственно, экология и касаемо урбанистики, касаемо развития городской среды, ведь это очень-очень сложные такие вот вещи, подходы. Это действительно должен быть уровень специалистов, причем разных сфер специалистов. И тут необходимо, если городской глава, вот, к примеру, ну, достаточно серьезные усилия и желание, главное желание, чтобы город развивался вот так, как необходимо горожанам, ну, в данном случае, чтобы он был достаточно экологичным, чистым, чтобы он был удобным и так далее. Если этого желания нет, а тем более, если есть желание у ряда лиц, чьи интересы он и представляет, скажем так, заработать просто денег на городе, то, в общем-то, вот это мы и видим. Проблема ведь урбанистики в данном случае в том, что тут нет ничего на виду. Вот, казалось бы, да, такие вот уже яркие, значимые события, как вот захват Аркадии, да, мы видим, что не учитывались ни интересы горожан, и в принципе... Господин Галантерник себе построил вообще при жизни над гробием, потому что вот на это безобразие пойдут показывать любые люди, которые будут слышать фамилию Галантерник, да. Вот это вот безобразие, этот плевок лицо к городу, это бескусица, и это, вообще говоря, тупиковый совершенно вариант, даже не в архитектурном плане, а просто в виде эстетического безобразия, которое еще не закончено. Я так понимаю, что там еще обвалилась вот эта самая обрекаловка вся. Да, но там же есть и другой вопрос. Есть ли уж вы такие специалисты, коими вы себя считаете, да, но вот с точки зрения инженерной архитектуры, ведь там же не сделано абсолютно ничего. Дело в том, что Аркадия, это часть аркадийской балки, это овраг фактически, который, к слову, достаточно большой, он протяженностью 3,7 километра. И понятно, что это большой водосбор, необходимо было организовать ливневую канализацию. Но господин Галантерник этого вуза не проходил, если он вообще когда-нибудь где-то учился, и он просто научился считать деньги, которые можно поднять из разового такого галимого захвата. И вот смотрите, получается, во-первых, есть два пути разговора с ними. Это разговор языком митингов и улицы, и разговор в согласительных комиссиях, которые они заранее предупреждают, что это для них дешевое, пустое занятие, для отвлечения вас просто, для смягчения конфликта. Но с другой стороны, есть еще и разговор политиков, людей, которые строят какое-то свое политическое или партийное будущее. Это один уровень. Второй уровень – это разговор профессионалов. В конечном счете, в городе есть управление архитектурой, есть люди, которые специально учились строить города, строить, восстанавливать, ремонтировать. Они должны были входить в комиссии, которые принимают решения по застройке. Если это балка, и там нужно открыть шлюзы, шлюзы, и дать возможность, не шлюзы, там какие-то другие способы, какие-то другие сооружения, чтобы дать возможность собирать воду и выводить ее, если нужно было в конечном счете решить вопрос с очистными сооружениями, когда пополнившиеся населением пригороды города Одессы вообще сливают все без очистных сооружений, и по мелководию все это приходит и на лонжерон, и в Аркадию. То есть город имеет очистные сооружения, которые неэффективны и которые устарели. И был проект Тарпана, который зарыт, в общем и так далее. Но все, что касается Крыжановки, все, что касается 16-й Старбордана и Черноморки, там ведь идет просто слив, извините, как в унитаз. Конечно. И все это идет в центр города. И эти ребята, которые на этом сделали большие деньги, построили себе жилье, видимо, в других местах, где экологически чисто, а нам подарили вот все это безобразие. Их-то за это нужно заставить отвечать. И делать это должны, видимо, и правоохранительные органы, и экономисты, которые в состоянии посчитать все это, и юристы, которых у нас очень много, но они заниматься вот этим не хотят. И в конечном счете, господа начальники, которые допустили до такого безобразия. Вы знаете, да, но тут можно долго посыпать голову пеплом по поводу Аркадии в частности, потому что тут уже как бы это вопрос и решен, и инженерно-технически, там уже сложно что-либо изменить. Вопрос, допустим, сейчас... Ну, по-моему, есть господин Саакашвили с его любимым бульдозером, и можно наехать и туда. Ему нужно просто показать, что если мы проиграли Олимпийские игры, это не значит, что можно отказаться от своего любимого вида спорта. Но... Ночных наездов на велосипедах и бульдозерах на незаконные сооружения. Но эта земля уже не принадлежит Одесской Германии. А что это волнует господина губернатора? Когда ему надо наехать на что-то бульдозером, он документов не сможет. Смотрите, сейчас идет вопрос о том, что план зонирования города Одессы, это гораздо-гораздо более серьезный... То есть угроза, на самом деле, большая еще только идет. Идет. И вопрос как раз в том, что, в общем-то, управление культуры областное могло, ну, скажем так, приостановить этот процесс и достаточно серьезно. И мы очень, ну, активно сотрудничали, хотели помочь, помогали. Писали очень много писем, консультировали, общались с управлением культуры. Но в конечном итоге документ был подписан. И я понял... Документ о чем? Документ, то есть узгоджен проект зонирования. План зонирования вот в таком виде, в каком он есть сейчас... В котором его нельзя принимать. Да, уже нельзя принимать. Он получил разрешение от областных органов, то есть от управления культурой, от управления экологией. Вопрос в том, что каким образом управление экологией могло подписать этот документ, непонятно вообще, потому что необходимо было, ну, как минимум, по ключевым моментам, да, провести, авоз подготовить и так далее, воздействие на окружающую среду. Этого было сделано, не было. Что касается управления культуры, они, конечно, вот моменты, касающиеся памятников культурного наследия, максимально продавили то, что, как бы, свою сторону. Но ведь вопрос же... То есть зону своей ответственности формально? Формально. Формально. Потому что этот документ, в общем-то, подписан даже не начальником управления. Понимаете, да? И тут как раз мы вот говорим о том, что вот здесь губернатор мог повлиять значительно, но по каким-то причинам он этого не сделал. А что такое проект зонирования, опять же, люди, ну, одесситы должны понимать прекрасно, что здесь, если раньше активисты могли бороться, к примеру, с принимаемыми детальными планами территории, которые принимались на сессиях Горсовета, и там, в частности, депутаты могли как-то повлиять, и общественность через депутатов, да, потому что по каждому проекту, ну, каждый проект принимался в отдельности. То есть сейчас этот план зонирования касается абсолютно всего города в целом. И если, к примеру, не очень... То есть вы утверждаете, что самая большая угроза Одессе и ее будущему, это как раз принятие этого плана зонирования, который уже фактически почти принят. Конечно. И вот посмотрите сами, если речь идет о том, что нарушаются прямые, ну, законы, в общем-то, водный кодекс нарушается, да, когда режимы использования водозащитных границ и так далее, водоохранных территорий, он не может устанавливаться этим проектом, потому что существует водный кодекс, который говорит о двухкилометровой зоне водоохранной границы и так далее. Но в данном случае проведена линия по фактически береговой линии, да, и даже местами проведена она прямо по акватории моря. То есть здесь речь идет о том, что пляжей ведь у Одессы может и не быть, понимаете? То есть чиновники спрашивают, ну, почему вы считаете, что все будет развиваться по худшему сценарию? То есть мы вот провели вот здесь черту, мы можем застроить, а можем не застроить, но почему вы нам не доверяете, ну, вот так, грубо говоря, считаете, что мы застроим? Ведь это же неразумно, это вообще нельзя, это здравому логическому смыслу не подчиняется. Мы же не будем это застраивать, вот. А с другой стороны, а мы спрашиваем, а почему, если нарушается закон, существует водный кодекс, да, согласно которому каждый... Ну, понятно. Вот. То есть это просто демагогия. То есть если нам будет это выгодно, мы все равно застроим, и вы не будете в состоянии... Да, но уже сейчас, уже понятно, господин Брандак говорит о том, что в Одессе не существует... И, в общем-то, это соответствует истине, просто тут вопрос, для чего это говорится. Да, не существует пляжей, кроме Лузановки, естественных. То есть все пляжи — это искусственно созданные инженерно-технические сооружения. То есть поэтому, господа одесситы, инженерно-технические сооружения, как создались, так могут измениться, перенестись, допустим, на куяльник, и застроиться просто высотками. Но это они говорят не с одесситами, это они говорят с людьми, которых это не интересует. Нет, нет, это как раз... Вот, я имею в виду такая формулировка, адресованная людям, которые не понимают, что происходит, и не больно в это вдаются. Ведь обычному человеку, который так живет, что называется, от зарплаты до зарплаты, все эти сложности ни к чему, ему нужны простые объяснения. А вот простые объяснения в исполнении господина Брэндака, в исполнении господина Заруханова, выглядят, в общем, даже логически достаточно непротиворечивыми. Но то, что вы сейчас и ваша группа поднимаете волну возмущения именно по поводу самого опасного, что сейчас грозит Одессе, это очень важно. Я хочу, чтобы об этом телезрители знали и слышали. Потому что этих людей, которые этим занимаются, очень мало. Есть еще один момент. Ведь те, кто сейчас уничтожает город, за это получают какую-никакую зарплату, кроме того, что у них там это выгодно. Вы, насколько я понимаю, за свои анти-трухановские и анти-экологические, противоречащие смыслу существования города, способу существования города, истории существования города, противоречащие решения, вы за то, что с ними боретесь, вы ничего не получаете. Это личное дело каждого из вас. Да, конечно, да. Мы просто... То есть, получается, что это битва любителей с профессионалами? Ну, с этой точки зрения, да. Любителей доброго, вечного, здорового, с разрушителями его же. Причем эти разрушители считают себя профессионалами и получают за это зарплату и доступ к определенным благам. Да. Вы не получаете с этого ничего, кроме, вообще говоря, вот таких вот регулярных усилий и нервотрепки. Да, но вы знаете, я хочу сказать, что мы ощутили поддержку одесситов именно в те моменты, мы ее получаем, когда касается уже непосредственно, когда вот эта застройка касается непосредственно жителей непосредственного района. И когда вы изрядно поработали на политическом фронте, тем не менее, получается, что вам нужно бросать все дело и переходить к общественно-политической деятельности, иначе вас просто миллионный город не услышит и поэтому проигнорирует. Да, вероятно, потому что парк Юной, застройка парка Юной, застройка сквера Шклерука, вот здесь мы действительно получали поддержку людей, которые уже столкнулись с проблемой. Но проблема зонирования, это сложная проблема, люди до сих пор не понимают, что просто может быть, надо взять, посмотреть, взять карту и посмотреть, а что завтра планируется строиться и так далее, непосредственно, может быть, прямо во дворе. То есть вас должно стать просто несколько больше, раз в 10. Да, да, как минимум, как минимум одесситы должны понимать, что проблемы экологические, вообще экология, это фактически медицина. Уважаемые телезрители, у меня в эфире сейчас находится Влад Болинский, он призывает вас, пожалуйста, открывается конкурс людей, которые для людей, которые готовы защитить город Одессу, от того ужаса, который ему угрожает в лице нынешних его руководителей, ввиду наличия людей, которым выгодно разрушение и уничтожение экологической среды города Одессы. Нужны порядочные, добросердечные, грамотные люди для того, чтобы остановить это безобразие. Вас должно быть больше. Я правильно все говорю? Да, конечно, да, вы правильно говорите. Значит, Влад Болинский у меня в эфире, я думаю, что не последний раз я буду людей, которые занимаются будущим города Одессы, что называется, на общественных началах, и которые пекутся об этом будущем, буду по-прежнему приглашать к нам в эфир. Вам спасибо, всего доброго. Спасибо, спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!